В следующем выпуске окружающей среды, а сегодня снова заглянем в галерею фотоклуба. Там открылась очередная выставка и снова художественная, снова живописная и снова автор-дебютантка. Так что знакомьтесь, Ксения Доброчинская. Кони, кошки и другие звери, дети и влюбленные парочки, море и цветы, разнообразные сюжеты, пейзажи и портреты. Молодая художница отражает на холсте и листе бумаге все свои впечатления. Признается, что рисует постоянно, так что девиз «Не дня без кисти или карандаша» ей очень подходит. В экспозиции работы выполнены и за последние два года, но только те, что смог вместить этот зал, уточняет Ксения. Одну работу где-то пишу две недели, просто бывает пару работ сразу пишу параллельно. Все зависит от эмоционального состояния, от настроения, что хочется передать, что хочется выплеснуть на холст. Помимо традиционных полотен, написанных маслом, молодая художница демонстрирует работы, выполненные совсем не традиционной техникой, например, рисунки кофе. Рассказывает, что в одной из недавних путешествий в Латвию не взяла с собой краски, пришлось создать их из растворимого кофе. И списала обои квартиры, в которой жила. Думала, хозяин выгонит, а он попросил оформить в том же духе еще одно помещение. Увлечение живописью началось 9 лет назад, еще в детстве. Сначала была частная художественная школа, а потом технический университет. Педагогов у Ксении было много, и этому факту молодая художница только рада. Преподавала миленькая Любовь Павловна, преподавала Кругляк Виталий Иванович, Гавронский Владимир Павлович, Димиденко Александр Иванович, Шеритов Антон Константинович. Много преподавателей, различные техники. Но это здорово, потому что, когда долго учишься у одного преподавателя, начинаешь невольно копировать его технику, перенимать. А когда постоянно идет разнобой, такие разные техники, тогда уже это наводит на что-то свое. В этом году Ксения закончила машинку, получив диплом дизайнера, но в дальнейшем мечтает посвятиться исключительно живописи. Живопись – это как общение впечатлением, потому что словами так глубоко не скажешь. Это, наверное, где-то рядом с музыкой. О музыке – отдельный разговор. Музыка вдохновила автора на целую серию необычных работ. Вот где пригодилось дизайнерское образование. Идея пришла абсолютно случайно. Я сидела на диване, листала Томика Усоцкого, и вот мне так навеяло сделать его портрет, но хотелось сделать что-то необычное. В ход пошли родительские виниловые пластинки и магнитофонные ленты. Получилась настоящая инсталляция. Автор называет это «ностальгией по детству». Это уже такая классика, ностальгия по детству, скажем так. То есть такую музыку, в принципе, любишь? Да, да. Можно сказать, что это музыкальные пристрастия и художницы? Наверное, да. Это просто открывает всем свой мир. Мне нравятся, так сказать, такие светлые чистые краски, такие, да. Даже легкие на их сюжетах. Он лично мне вызывает положительные эмоции. Педагоги Ксении хвалят ее не только за талант, но и за огромное трудолюбие и умение идти к своей цели. Самое главное, она нам пример показывает, как выставляться нужно. Потому что, ну вот, вот зрелые художники, вот типа Виталий Иванович, вот он и преподавал рисунок и живопись фактически 5 лет, а выставилась она первая. Молодежь покоряет свои оперативности. Хотя, кстати, надо сказать, что вы работаете довольно-таки профессионально. Ну, приятно, что школа, школа наша, запорожская, вот, что и мы вроде как свои 5 копеек сюда приставили. Молодец. Три месяца назад Ксения успешно защитила диплом дизайнера, и вот сегодня уже персонально высоко. Лично для меня это просто поразительно. Ну, это говорит о том, что человек много трудится, любит свое дело, ну и, наверное, успешно движется к своей цели. Я так думаю, что каждый человек, который имеет талант, как бы все зависит от него, все остальное. Ее качество, трудоспособность, желание трудиться, любое к своему делу, в принципе, делает ее художником. Вы себя видите в некоторых моментах? В этих работах? Да, я скажу так, что особо конкретно эту девочку учить и не надо, потому что, в моем понимании, основное качество – это трудолюбие. Когда есть трудолюбие, то все остальное уже будет. Светлая палитра, жизнеутверждающие сюжеты, как замечено, с легким оттенком наива, вызывают положительные эмоции и у взрослых, и у детей. Художница была ученицей моей мамы, но я не знакома, но только с работой. И как твои впечатления? Нравится, красиво. Ксения Добрачинская готова поделиться своим ярким и радостным миром в выставочном зале фотоклуба. Смена экспозиции 5 октября. У меня на сегодня все. Встретимся через неделю. Я желаю вам удачных дебютов в вашей жизни.